Макет российского пилотируемого корабля «Федерация» тестирует в аэродинамических трубах ЦАГИ, Центрального аэрогидродинамического института. Испытания проводятся в сферах звуковом и гиперзвуковом потоке. Ученые получат данные о распределении давления и тепла на поверхности будущего корабля. В отличие от «Союза», на «Федерации» нет защитного обтекателя. Принимать основной воздушный поток будет сама капсула. Ракета-носитель «Атлас-5» с марсианским зондом «Инсайт» стартовала к «Красной планете». Посадка аппарата в конце ноября в Нагорье и Лизий, втором по величине в вулканическом районе Марса. 26 земных месяцев или один марсианский год «Инсайт» будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Первые цветные снимки поверхности Марса передал на Землю российско-европейский зонд TGO — миссии «Экзомарс». Камера «Кассис» сфотографировала кратер «Королёв» на северном полюсе «Красной планеты». На снимке видно кромку льда и неровности ландшафта. Несколько дней назад инженеры поменяли программное обеспечение камеры и повысили разрешение снимков. Основная задача TGO — поиск метана и других газов геологического или биологического происхождения. Частная компания «Блю Ориджин» провела испытания суборбитального корабля «Нью Шепард». Ракета-носитель стартовала с пусковой площадки в Техасе и достигла высоты 107 километров. В корабле были приборы и испытательный манекен, названный в честь героя фильма «Звёздные войны» Люком Скайуокером. После отделения на границе космоса ракета-носитель вернулась на Землю, совершив вертикальную посадку с помощью двигателя. Сама капсула благополучно опустилась на парашютах. Суборбитальный корабль будет иметь экипаж три человека и сможет брать на борт несколько пассажиров. На космодроме Байконур идёт подготовка к предстоящему старту пилотируемого корабля «Союзом С-09». Специалисты РКК «Энергия» проводят термостатирование аппарата и проверяют его герметичность. В это время в подмосковном Центре подготовки космонавтов экипаж «Союза МС-09» проходит финальные экзаменационные тренировки. Старт 6 июня. Созданная в Японии ракета космического назначения СС-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая маленькая. Её высота меньше 10 метров, а вес — 2,5 тонны. С помощью «Малютки» японское космическое агентство вывело на орбиту микроспутник. Данные с российских аппаратов дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», «Ресурс-П», «Канопус-В» и ряда зарубежных спутников используются в системе мониторинга активности вулканов Камчатки и Курил. Главная цель — оперативно информировать население и авиацию о вулканической активности. Космонавт Олег Артемьев снял с борта МКС интересное видео «Исчезновение Луны». Атмосфера нашей планеты закрывает естественный спутник Земли. Гора Магеллана на севере Чили. Слева и справа вулканического пика, который возвышается над горизонтом, спутники нашей галактики «Млечный путь» — Магеллановы облака. Снег на комете Черюмова-Герсименко. На самом деле, на фото, снятой камерой ОСИРИС аппарата Розетта, бомбардировка космическими лучами заряженных частиц с высокой энергией. На анимации можно заметить и звезды в созвездии Большого Пса. Это не фотография, а точная карта полутора миллиардов звезд нашей галактики. Данные получены Европейской космической обсерватории ГАИА. Каждая звезда в этом каталоге имеет информацию о яркости, типе, цвете и параллаксе, точном расположении в пространстве. Полтора миллиарда звезд — это лишь один процент от общего количества светил в нашей галактике «Млечный путь». По традиции, российские космонавты на Международной космической станции отмечают День Победы и поздравляют землян с великим праздником. Мы все люди, представители человечества, единой земной цивилизации. И опираясь на свой опыт, понимая ужас, пережитого нашими родителями, каждый из нас обязан сделать все, чтобы наши дети не знали такого слова. Слово «Война». С праздником! С Днем Победы! Космонавты Роскосмоса, командир экипажа 55-й экспедиции Международной космической станции Антон Шкаплеров. И борт-инженер Олег Артемьев. Продолжение следует...